Приветствую! Я думаю, что вы уже видели ролики с подобными заголовками. И несмотря на такие заголовки, я очень надеюсь, что данное видео будет вторым позитивным видео на моем канале в этом году. Друзья, я сейчас быстро, коротко расскажу предысторию появления вот этого заголовка «Налог на снятие наличных» и расскажу, нужно ли этого бояться. Итак, говоря о предыстории. В стране сейчас есть разные проекты, концепции реформ налогового законодательства и в целом реформ налоговой системы. Одна из них носит такое кодовое название «10-10-10». Либо же второе кодовое название этой налоговой реформы «антикоррупционная». Ее смысл в том, чтобы сделать невыгодным налоговые скрутки, то есть вот эти манипуляции с НДС, на которых просто там миллиарды денег уходят в тень из государственного бюджета. И второе, что они хотят, да, основная такая мысль, это вывести из тени в принципе весь бизнес и в том числе вывести из тени трудовые отношения. Как они хотят это сделать? Ну, исходя из названия, уже понятно. «10-10-10». То есть они предлагают установить налог на доход предприятий 10%, НДС 10% и налог на доход физических лиц тоже 10%. В том числе в этой реформе есть и предложение ввести налог на снятие наличных в размере 10%. Безусловно, мысль изначально звучит просто ужасающей, но значит ли это, что пенсионер, получив пенсию, вынужден будет заплатить 10% за снятие наличных? Конечно же нет, смысл не в этом. Но главное, почему я хочу вас успокоить, даже заключается не в том, что, безусловно, это затронет абсолютно не всех граждан Украины. Главное, на что я хочу сделать акцент в своей речи успокоительной, это то, что в Украине великое множество проектов налоговых реформ. Реформа 10-10-10 на сегодняшний день это один из возможных проектов. И это, когда я говорю проект, это значит, что это просто проект, это некий концепт, который где-то есть, который кто-то где-то обговаривает. Возможно, это даже люди, которые близкие к власти. Но это невозможно, это так и есть, да. Но на чем я хочу акцентировать ваше внимание, что это лишь концепт, проект. Это даже на сегодняшний день не законопроект. То есть, такого законопроекта, который бы предлагал и который бы уже всерьез рассматривал вот эту налоговую реформу в зале Верховной Рады, просто нет. Поэтому, друзья, переживать здесь рано. И, как мы с вами знаем, даже не все законопроекты становятся законами. Большинство законопроектов, в принципе, остаются просто законопроектами. Просто законопроектами. Поэтому абсолютно не значит, что появление вот таких заголовков СМИ, что, мол, все начнут платить налог на снятие наличных, абсолютно не говорит о том, что в ближайшем, либо в дальнейшем будущем такой налог появится. Поэтому расслабились, получили удовольствие, успокоились и все. Друзья, напомню, что в роли успокоительного с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока-пока.